Полная машина. Волонтер взяла крупы и забрала посылочки. Ждать и надеяться, что кто-то привезет нам в сельский мини-приют Людмилы Чернецкой крупу, мы, конечно же, не стали, так как нет ни времени, ни надежды, и что даже если кто-то и будет ехать проездом в зоопарк, вряд ли кто-то откликнется на нашу животрепещущую просьбу. К нам давно никто не хочет ездить, так как сильно далеко и очень плохая дорога, поэтому каждый раз приходится что-то придумывать и буквально выкручиваться. На этот раз все у нас сложилось на удивление удачно. С почты позвонили волонтеру и сказали, что нам пришли посылочки, сразу несколько коробок. Про них вот отдельный пост. Так что машину мы затарили почти целиком. Три мешка крупы сразу взяла волонтер, мешок сухого корма чапи для собак, чтобы не получилось так, что потом придется еще отдельно ехать за кормом. Купили для больных немного мягкого корма, но это в основном кошачий, и, конечно же, лекарства для больных, ведь у многих животных сейчас продолжается различное лечение. Ну и, конечно же, забрали наши посылочки. Так что машина была забита. Хотя все равно обидно, что за поездку надо платить сумму в 10 раз превышающую реальную, ну, если считать там по километражу тому же, да. Но, к сожалению, другого выхода у нас нет. Наше количество животных без машины сделать закупку просто нереально. Друзья, огромное спасибо всем, кто нас поддерживает. В приюте более 70 животных. В основном все старики, инвалиды. Все они нуждаются в помощи. Без вашей поддержки справиться со всеми трудностями было бы просто на самом деле невозможно. Спасибо вам огромное.